В итоге мы имеем, что Xbox где-то курит в сторонке, а PlayStation просто елозит по губищам Филу Спенсеру и всей платформе Xbox. Здорово, геймеры! Как вы уже поняли, сегодня мы будем разбирать очень особенное видео. И я думаю, что сейчас все лды канала прекрасно понимают, почему оно действительно особенное. Дело в том, что это новое видео от консольмании, великого и могучего Sony Boy, который решил восстановить баланс сил в мире, в котором иксбиксеры слишком сильно охренели. И вы даже не представляете, насколько я рад, что консольмания вернулся и с ним все в порядке, и он все еще может записывать подобные видео. Видео, которое мы будем разбирать сегодня, называется «Ответка из Sony Победы! Прощай, геймпасс!» Новый PlayStation Plus и Ubisoft Plus PS4 и PS5. И знаете, дорогие друзья, я даже представить себе не мог, что буду в ближайшее время заниматься подобным видео, но раз уж консольмания выпустил новый провокационный видос, то давайте просто на 10 с небольшим минут забудем обо всем происходящем и окунемся во всю эту атмосферу консольных войн. Ну что ж, давайте начнем. Народ, всем привет. Реально, наверное, не хотелось бы разводить какой-то холивар и тем более срач. Кому я на самом деле пиздю? Потому что здесь просто сам доктор прописал, знаете, немножко похоливарить и макнуть, собственно, Microsoft с ее Xenimax, с Филом Спенсером, поскольку, наконец-то, за многие годы компания Sony решилась на такой вот действительно шаг и так провела просто погубищем Филу Спенсеру, Xbox, ну и, собственно, всей компании Microsoft со своей новой подпиской PlayStation Plus. Ладно, окей, это крайне потешно, но если бы я хотел сказать, почему Sony провела погуба Microsoft, то я бы упомянул то, что у Sony в этом году игры выходят, а у Microsoft переносится на следующий. Как вы уже знаете из моего обзора, мне не очень понравилась Horizon Forbidden West, и я не считаю, что эксклюзивы это действительно настолько важная часть жизни консоли. Но, тем не менее, после переноса Starfield и Redfall на следующий год, Microsoft сейчас терпит определенные репутационные потери, и можно было бы рассказать об этом. Это было бы настолько просто, и мне было бы намного сложнее спорить с такими аргументами, потому что они более чем обоснованные. Но, к моему великому счастью, дорогой консольмания решил поднять именно тему обновленной подписки PlayStation Plus, и я очень хорошо разбираюсь в этой теме. Давайте же узнаем, как обновленная подписка PlayStation Plus проводит по губам самому выгодному предложению в игровой индустрии, а именно Xbox Game Pass. Страсти накаляются. Да и за последние несколько лет, откровенно, честно говоря, мне просто дрыгачик уже тошнила вот эта вся тошниловка от X-Bixer, а его преимущества с их Game Pass Аргентиной и прочим. Я, конечно, с уважением реально отношусь вообще к платформе Xbox, я сидел на Xbox целых 6 лет, на Xbox 360 это в свое время действительно была лучшая консоль, и до недавнего времени я, собственно, считал лучшим контроллером это контроллером Xbox, ну, до выхода DualSense. Сейчас для меня лучший геймпад это DualSense, но это все такая отсебятина и дело каждого. Да, действительно, я согласен, у всех разные вкусы, что касается контроллеров, платформ и прочего. Самое главное смотреть, что тебе больше подходит и уважать выбор других. На самом деле все эти разговоры про Xbox Game Pass, Аргентину и превосходство платформ от Microsoft начались после того, как Sony Boy в течение нескольких лет издевались над фанатами Xbox и говорили, что у них нет игр и вообще их платформа максимально бесполезная. Возможно, они были в этом правы, но все равно обидно. Это вполне нормально, потому что всегда есть какая-то доминирующая сторона, которая издевается над проигрывающей. И поэтому, когда ты находишься на побеждающей стороне, не нужно удивляться, что времена меняются, и ты внезапно оказываешься на проигрывающей. Тем не менее, не стоит воспринимать все это всерьез, потому что все это на уровне мемов и хвостовства платформы, которые есть у людей, и да, не стоит воспринимать это слишком серьезно. Тем более, когда есть такое прекрасное и выгодное предложение, как Xbox Game Pass, которым так и хочется поделиться со всеми вокруг. Что в этом плохого? По сути, откровенно говоря, вот, ну, Xbox, что такое Xbox? Вот PlayStation, это PlayStation, да, она из 90-х годов, это Play, это игровая станция. А что такое Xbox? Это X-коробка. Это, по сути, какой-то хуй в коробке. Ну, честно говоря, непонятно, что такое Xbox, почему вообще Xbox, короче. Это такое, знаете, мини-ПК, по сути, собственно. Я бы скорее сказал, что Xbox это экосистема, которая ставит свою целью получение максимального количества пользователей со всех возможных платформ. Это делается с помощью облачных сервисов, персональных компьютеров и непосредственно консоли Xbox. Если честно, я не совсем понял высказывание про то, что Xbox является мини-ПК, и даже не совсем понимаю, почему это плохо. По-моему, мини-ПК это замечательно, потому что его можно брать с собой, работать на нем, играть в игры и прочее. Но, к великому сожалению, даже Xbox Series X не является мини-ПК. Это отдельная консоль с отдельной экосистемой, на которой работают игры, позаточенные под нее. У меня есть подозрение, что консольмания, называя Xbox мини-ПК, имеет в виду то, что на Xbox выходят те же самые игры, что на ПК. И, по сути, игровая библиотека у них общая. И я бы хотел вам сказать, что в дальнейшем видео он объясняет свою точку зрения насчет того, что Xbox это мини-ПК, но нет, поэтому нам остается только строить догадки. Хоть там будет геймпасс, гейпасс и прочие подписки, все равно Xbox, ну это, конечно, пусть будет мое субъективное мнение, никогда не тягаться, собственно, с платформой PlayStation. Ну и рынок, и продажи, и игры, это уже со временем доказали, поскольку после выхода новых консолей текущего поколения Xbox и PlayStation многие писали, что в этом поколении Xbox, типа, короче, типа, ну, сделает Соньку простыми словами, да. Фил там начал раскидываться своими миллиардами, покупать Zenimax и прочие студии, но в итоге мы имеем, что Xbox где-то курит в сторонке, а PlayStation просто юлозит погубищам Филу Спенсеру и всей платформе Xbox. Это было бы очень интересное субъективное мнение, если бы оно хоть как-то совпадало с реальностью. Дело в том, что все это время благодаря геймпассу, рекламе и прочим вещам Xbox начал набирать обороты. И, соответственно, расстояние между продажами PlayStation 5 и новых Xbox становится все меньше. Причем это очевидно, если просто посмотреть на продажи консолей в той же Америке. Уже два месяца подряд Xbox продается лучше, чем PlayStation 5. Да, в том числе это связано с тем, что дефицит никуда не исчез, и люди покупают ту консоль, которая есть в магазине, но тем не менее, Xbox сокращает свое отставание. Отставание, которое появилось из-за откровенно ужасного поколения Xbox One. И я не хочу загадывать наперед, но мне кажется, что момент, когда консоли Xbox перегонят PlayStation 5 по количеству проданных консолей, в общем, это лишь вопрос времени. И Sony это прекрасно понимает. Sony понимает, что за сервисами вроде Xbox Game Pass действительно будущий, поэтому они просто копируют Microsoft и делают из PlayStation Plus что-то новое. Я бы сказал, что Sony на данный момент является старичком, который смотрит на то, что делает молодые, и пытается делать что-то подобное, но на свой лад. Опять-таки, я ни в коем случае не хотел задеть тонкие чувства владельцев X-Bixers. Это просто было мое мнение в целом о платформе Xbox, вот как игровой такой вот платформе, консольной. Потому что Xbox, по сути, ну лично я, опять-таки, не считаю его, знаете, консолью. Но вот это такое мини-ПК. Ну да, в общем, ладно, короче, с этим Xbox'ом, конечно же, начнется сразу анальное жжение у всех владельцев Xbox'а. Но оно у них, собственно, и не заканчивалось. У них там жарко постоянно, потому что у них гейм-пасс, гейм-пасс, гейм-пасс в голове Аргентина. Скажешь какому-то в комментарии владельцу Xbox'а, что там по типу PlayStation лучше, он тебе сразу будет говорить гейм-пасс Аргентина, Аргентина, гейм-пасс, и будет это говорить раз в 250. Но это естественно, когда у тебя есть какая-то платформа, и ты говоришь кому-то, что она лучше, то этот кто-то начнет говорить, что его платформа лучше, и приводить свои аргументы. А у Xbox этих аргументов, хоть отбавляй, и Аргентина, и Xbox гейм-пасс, и многие-многие другие вещи. Я не совсем понимаю, в чём здесь проблема. У каждой платформы есть свои плюсы, и люди, которые сидят на этих платформах, они знают, ради каких плюсов они их купили. Но нежелание даже слышать что-то на другой платформе, это что-то новенькое. Знаете, мне кажется, что это просто зависть. Но вот, наконец, Sony решила вступить в прямую конфронтацию с Microsoft' и сделать свой собственный Xbox гейм-пасс. Вот теперь-то эти билибои подумают трижды, прежде чем начать хвастаться. Короче, перейдём к новой подписке PlayStation Plus, которая выйдет уже 22 июня 2022 года. А это, собственно, и есть та самая Sony победа, по моему мнению, и такая, знаете, ответочка, собственно, платформе Xbox, и её подписочному сервису Game Pass. Дорогие друзья, это свершилось. Спустя столько времени у нас наконец-то появился новый геймерский мем, который можно форсить. Потому что это очевидно, Sony победа. Боже, как же это круто звучит, Sony победа. Ну а если мы поговорим об этом серьёзно, то PlayStation Plus это победа скорее для пользователей PlayStation, потому что у них наконец-то появится сервис, в котором можно получать огромное количество игр за небольшую плату. Но для самой Sony, как мне кажется, это скорее признание поражения и того, что их архаичные пути не очень состоятельны в нынешней игровой индустрии, особенно когда есть такое выгодное предложение, как Game Pass. Это ещё раз доказывает, что здоровая конкуренция и новые решения оказывают пользу для всей индустрии, на какой бы платформе вы ни находились. Сами подумайте, если вы заходите в магазин, и для вас не столь важны эксклюзивы, а скорее нужна платформа, на которой можете стабильно играть в какие-то игры, то консоль, у которой будет подписочный сервис, в котором вы можете попробовать огромное количество игр, которые пропустили, станет для вас крайне важной деталью в этом выборе. И Sony вполне разумно не хочет, чтобы этот выбор был сделан не в её пользу, поэтому им нужен собственный подписочный сервис. Sony Boys столько времени говорили о том, что Xbox Game Pass это для бомжей, и вообще нормальные люди могут позволить себе игры, но когда Sony делает то же самое, то это Sony победа. В каком же смешном мире мы живём, дорогие геймеры? Новый PS Plus будет включать в себя три варианта. Это Essential, Extra и Premium. Если у вас текущая подписка PlayStation Plus будет действовать и во время перехода, то есть вы просто будете переведены на базовую версию. Первую Essential. Собственно, возможно она подражает цене, возможно нет, пока ещё точно неизвестно. Но Essential это первый вариант, который по сути ничем не будет отличаться от текущей подписки PlayStation Plus. Плюс онлайна и ежемесячных игр, которые в нём раздают. На самом деле в данном случае мне нравится самая идея расширения PlayStation Plus, потому что очень долгое время это был просто сервис, которому сдавали две игры в месяц, и если ты пришёл в следующий месяц, то эти игры ты уже не увидишь. Но само это разделение на целых три уровня, один из которых будет доступен не везде, и поэтому добавляется четвёртый уровень, который будет странно, где нет стриминга, это достаточно сложно для рядового пользователя. Но, тем не менее, как мне кажется, это шаг в правильную сторону, и в итоге все будут в плюсе. Ну вы поняли, да? В плюсе, типа PlayStation Plus. Самый просто, ну, вкуснейший, мега, и самый, думаю, оптимальный вариант будет для всех владельцев PlayStation, который просто елозит подписки Game Pass, это второй вариант экстра, в который будут входить, короче, игры, ежемесячные игры раздачи онлайн и библиотека из 400 игр для PlayStation 4 и PlayStation 5. Часть из них уже известна, списочек и есть, собственно. И самое главное, что этот список включает в себя то, чего нет на Xbox, и то, за что мы все любим платформу PlayStation. Это эксклюзивы, да, пускай там не будет сразу новинок, но, тем не менее, все постепенно будет появляться во втором варианте подписки PlayStation Plus Extra. Да, действительно, PlayStation Plus Extra выглядит как очень выгодная сделка, я бы себе оформил такой сервис. Я прочитал список игр, которые уже подтверждены, и там есть действительно важные вещи, вроде Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn и прочих, которые, возможно, у многих были, но, тем не менее, те, у кого их не было, смогут их попробовать. Это действительно хороший аналог геймпасса, который вы можете оформить и забыть о том, чтобы покупать эти игры отдельно. Единственное, что меня напрягает, это то, что Sony не решились пойти до конца, они не решились сделать так же, как в Xbox геймпассе, где новые игры от самой студии должны выходить в первый день. Но, тем не менее, если вы оформите еще более высокий уровень подписки PlayStation Plus Premium, то вам будут доступны демо-версии каких-то новых проектов. Допустим, великолепнейшая, шедевральная Horizon Forbidden West, в которую вы сможете поиграть целых два часа. Это просто замечательно, засовывать демо-версии своих новых игр как одну из особенностей более высокого уровня подписки. То есть, типа, да, у нас в подписке вы можете поиграть в Uncharted 4, вы можете ее пройти, но PS5-версия, о, братан, ну ты два часа больше попробовать. С другой стороны, я понимаю, что Sony боится делать подобное, потому что они зарабатывают достаточно много денег на эксклюзивах и боятся, что если их засовывать в подписку, то они просто не окупятся. У Microsoft есть деньги, чтобы так рисковать, а Sony все-таки компания поменьше. И плюс к этому, игры от Sony, как правило, выходят в срок, их редко переносят, а вот игры от Microsoft, вот они что-то в последнее время очень часто переносятся по разным причинам. Если со Stalker 2 еще можно понять, там, объективные причины, то вот, знаете, как бы с двумя играми Bethesda произошло что-то очень странное. Но, тем не менее, будем надеяться на лучшее. Ну и самый последний, наверное, огромный такой, сука, гвоздь, где-то сотка, это в крышку гроба хуящика, это то, что во втором варианте подписочного сервиса от компании Sony в новой подписке PlayStation Plus Extra появится автоматически, то есть будет включена в стоимость подписка от французской студии Ubisoft, Ubisoft Plus и, собственно, куча игр от Юбиков. Да, возможно, там есть не все новинки, но Assassin's Creed Valhalla, Far Cry, короче, ну и многое другое. В общем, самым оптимальным вариантом, как я уже сказал, и самым топовым вариантом, это будет PS Plus Extra. Да, действительно, Ubisoft Plus не является частью подписки Xbox Game Pass, и это большой плюс PlayStation Plus. Но само выражение про то, что это является большущим гвоздем в крышку гроба хуящика, это, конечно, забавно. С тем же успехом можно заявлять, что Xbox Game Pass побеждает, потому что в составе Ultimate есть EA Play, с помощью которого можно играть как в старые игры от Electronic Arts, так и в новые. И если честно, если выбирать между Electronic Arts и Ubisoft, я лучше не буду делать этот выбор, потому что обе эти компании мне омерзительны. Но тем не менее, у Electronic Arts есть огромная библиотека игр с прошлого поколения, которые прекрасно идут на Xbox Series X и Xbox Series S, вроде той же трилогии Dead Space, о которой можно перепройти. А вот будут ли входить игры по обратной совместимости в подписку Ubisoft Plus в составе PlayStation Plus, это уже большой вопрос, и сможем ли мы перепройти, допустим, трилогии того же Принца Персии. Пока что информации ничтожно мало, и мы можем только догадываться, но уже понятно, что это огромный гвоздь в крышку гроба хуящика, дорогие друзья. Ну и, собственно, третий вариант, самый дорогой, я думаю, для гурманов, и у тех, наверное, у кого несколько жизней, потому что пройти или перепроходить игры от платформы PS3, PS2, сейчас было бы на это все реально время. В общем, третий вариант будет включать в себя все преимущества предыдущих вариантов, соответственно, всю библиотеку игр, Ubisoft Plus, короче, там облачный стриминг, ну и доступ в библиотеки игр от PS3 и PS2. Обратная совместимость это замечательно, и вы не представляете, сколько реально годных игр все еще прозябают на PlayStation 3. К великому сожалению, во-первых, это будет доступно только в подписке, и во-вторых, PlayStation 3 будет работать только через стриминг, то есть если у вас нет облачных сервисов, то вы не сможете в них поиграть. Это сделано крайне лениво и кардинально отличается от подхода Microsoft, который у них есть к обратной совместимости. Потому что Microsoft реально запарились, что у вас работало большинство игр со всех поколений Xbox. Причем не только в электронном виде, вы можете просто вставить диск с игрой с первого Xbox, и он будет работать на Xbox Series X. Это шикарно! Неужели такая компания, как Sony, не смогла запариться и сделать нормальную эмуляцию игр с PlayStation 3, учитывая, что они сами делали это ужасное железо PlayStation 3? Умельцы уже на ПК научились эмулировать PlayStation 3, и при этом тебе не нужна настолько мощная сборка. Неужели PlayStation 5 не может сделать что-то подобное? И мне очень нравится эта формулировка, что доступность обратной совместимости в последней подписке, это, дескать, для гурманов. Когда в то же время на Xbox это сама собой разумеющаяся функция, когда даже вне подписки ты можешь за дешевку, там за 3 доллара купить какую-нибудь GTA 4 и играть в неё спокойно. Причём многие из этих игр на Xbox получают огромное преимущество из-за более сильного железа, та же GTA 4 идёт в стабильнейших 60 FPS. Или та же трилогия Gears of War, которая недавно получила возможность FPS буста и работает почти в честных 4К. В то время, пока PlayStation делает детские шаги, пытается как-то копировать Xbox Game Pass и разные функции у Microsoft, Microsoft действительно приложила огромные усилия для презервации своих предыдущих поколений, и это очень уважаемо. Единственное, на что я могу надеяться, это то, что купленная мной Metal Gear Solid 1 ещё во времена PlayStation 3 станет доступна мне вне подписки, и я смогу в неё поиграть без дополнительной платы на PlayStation 5. Но в данном случае только время покажет. Честно говоря, не я вот взял и разъебал компанию Microsoft с её Game Pass. Это сделал, наверное, Джим Райан или команда PlayStation, запустив новую подписку PlayStation Plus. Вопрос, конечно, стоит в цене, на данный момент вроде бы месячная подписка. Первый вариант будет стоить 10 баксов, второй 15, ну и третий 18. Возможно, эта цена ещё будет корректироваться. Также есть информация о том, что текущие владельцы подписки PlayStation Plus, которые накупили её на годы вперёд, компания Sony в случае подорожания будет делать переконвертацию. Но это, опять-таки, не точно. Я не думаю, что Sony на это решится, если вы будете оставаться на базовой версии, то есть будете переведены на версию Essential. Также будет возможность перейти на следующий уровень, например, с Essential на Extra с доплатой. Это уже официально подтверждено, и, соответственно, если вы захотите поиграть в игры от PS2 и PS3, вы сможете с Extra с доплатой перейти на подписку Premium. В общем, как-то так, ждём новый PS Plus и море игр, море, конечно, удовольствия. Главное, чтобы было время в них играть. Да, дорогие друзья, именно так PlayStation Plus загнал в гроб Xbox Game Pass. Но знаете, пока я делал это видео, вышло ещё одно, в котором он разочаровался в Sony. Это видео называется «В PlayStation Plus будет полная шляпа, Sony хочет денег». Ну что ж, давайте посмотрим, что изменилось. В общем, как и любая компания на свете, в этом нет ничего удивительного. Но поначалу я подумал, что эта лопата нужна, чтобы закапывать тот самый гроб с Xbox Game Pass. Ну, хотя денег это желание нормальное, естественное, но компания Sony, как платформодержатель и владелец самой популярной консоли в мире PlayStation, всегда хотела их побольше. Чего только стоят её платные апдейты в PS Store. Но речь пойдёт о PS Plus. Все в курсе, что в июне 2022 года выйдет обновлённый PS Plus, который, собственно, наверное, многие с нетерпением ждут, в том числе и я. Но есть и обратный конец, короче, в этой лопате, поскольку по многочисленной инсайдерской и аналитической инфе в PlayStation Plus мы с вами будем получать с выходом новой подписки полнейшую шляпу и лопату. Да, это полностью разумно, потому что сам Джим Райан очень сильно надеется, что люди просто будут оформлять себе более высокий уровень подписки и переходить со стандартного PlayStation Plus'а. Это отличный повод, чтобы сэкономить на релизах в обычном PlayStation Plus'е, которые ранее были весьма неплохими. То же самое делает и Microsoft, которой не очень нравится то, что люди всё ещё подписываются на обычный Xbox Live Gold, чтобы просто играть в мультиплеер, и поэтому подборки там действительно ужасные. Логика в этом, в принципе, железная, и лично я в этом вполне верю. Что подтверждает недавно взятый курс компании Sony на сотрудничество с различными мелкими и маленькими инди-студиями. Казалось бы, нахрена они и ссрались, и зачем они ей нужны? А нужны они и за тем, чтобы, собственно, нам с вами потом ту самую индюшатину раздавать в PlayStation Plus'е. В индюшате нет ничего плохого, и почему PlayStation не сотрудничает с этими студиями? Они выдают какие-то игры, которые могут нравиться определённой аудитории, и, соответственно, PlayStation будет получать свой процент с этой аудитории. Не думаю, что это напрямую связано с тем, что они будут пихать только индюшатину в подборке PlayStation Plus, но, тем не менее, не вижу в этом ничего плохого. Поскольку в новой подписке во втором её варианте Extra будет доступна библиотека более чем из 400 игр, и, как заверяет нас компания Sony, она будет постоянно расширяться, и, соответственно, им попросту нечего будет раздавать в базовом, ну, то есть нынешнем PlayStation Plus'е, собственно, на который нас с вами переведут на новую версию, Essential или Essential, кому как больше нравится, с выходом новой подписки. Также, как прогнозируют те самые аналитики, компании Sony будет попросту выгодно ежемесячно раздавать в PlayStation Plus'е различную шляпу, мотивируя тем самым игроков переходить на более дорогие варианты подписки, ну, например, Extra, да, где будет постоянно расширяться библиотека игр, и что в целом компания Sony сосредоточит своё внимание именно на пополнении и расширении библиотеки игр в подписки Extra и Premium. Да, это максимально логично. Они вложили кучу денег в то, чтобы эта подписка развивалась, и заключили партнёрство с огромным количеством издателей и разработчиков. И теперь они будут использовать все возможные манипуляции, чтобы окупать эти деньги и заставлять людей разными способами переходить на более высокие уровни подписки. Да, это манипуляция, да, это некрасиво, да, будут какие-то хреновые игры в PlayStation Plus'е, но тем не менее, Microsoft делает то же самое. Я не хочу в данном случае защищать Sony, но я могу полностью понять их действия, они максимально логичные. Просто нужно понимать, что у каждого выгодного предложения есть какая-то оборотная сторона, которая будет не такой приятной. Ну, конечно же, это не касается Xbox Game Pass Ultimate, который является самым выгодным предложением в игровой индустрии за свои деньги. Ну, короче, народ, простыми словами, хочешь получать нормальные игры, бери более дорогой вариант подписки с большой библиотекой игр, которую мы будем постоянно пополнять. Ну, а если хочешь просто онлайн и получать всякую индюшатину, то нюхай бебру и сиди на базовом варианте. Ну, собственно, я ни разу не удивлен такой политикой компании Sony. Она всегда умела проводить очень умную маркетингов финансовую кампанию, естественно, в свою сторону. Что же будет на самом деле, естественно, покажет только время. И какие будут раздачи в PlayStation Plus тоже покажет только время. Пока что это, как я уже сказал, всего лишь догадки. Но, в принципе, проанализировав ситуацию, я с точки зрения маркетинга компанию Sony абсолютно понимаю. Но сами вдумайтесь, если они будут подкидывать постоянно какие-то нормальные ААА-проекты, нормальные тайтлы в библиотеку игр более дорогих подписок, то, конечно же, они не смогут раздавать тоже нормальные проекты в базовом варианте, в базовой версии подписки. Ну, логика в этом просто железобетонная. Да, дорогие друзья, новая подписка PlayStation Plus это очевидная, официальная, сертифицированная Sony Победа. Можете забыть про Xbox Game Pass. Он вам больше не нужен. Ну, а если серьезно, я очень рад, что в этой индустрии что-то меняется. И опять же, у нас есть здоровая конкуренция между двумя гигантами. Но еще больше я рад возвращению к консольмании, который продолжит делать качественный контент на своем канале и радовать своих зрителей. Это видео было сделано мной не чтобы поднять просмотры или не чтобы посмеяться над фанатами PlayStation. Все это уже достаточно в прошлом. Это видео является ностальгическим трипом и данью уважения консольмании, который, несмотря на все трудности, с которыми он встретился, не переставал делать контент. Даже когда домой было возвращаться опасно, он все равно записывал свои видео из машины и радовал людей подборками PlayStation Plus. Во всех этих условиях наш дорогой друг консольмания показал несгибаемую волю и профессионализм. Я считаю, что официально это должен быть первый Sony Boy, который заслужил максимального уважения у тюлени и геймпасс победителей. Я оставлю ссылку на оригинальное видео в описании, поэтому сходите и напишите ему что-нибудь приятное в комментариях, поставьте лайк и поздравьте его с этой великолепной Sony победой. А на этом все, дорогие друзья. Был очень рад вернуться в этот формат и может быть когда-нибудь я вернусь с него снова. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, потому что это безумно помогает и напишите что-нибудь в комментариях. И да, кстати, сегодня вечером я буду стримить на Твиче, у нас очередной аниме-аукцион, поэтому да, залетайте, будет весело. Ссылка на Твич также находится в описании. Все мои соцсети в описаниях, огромное спасибо топ-донатерам месяца и тем, кто подписывается на Бусти, вы помогаете мне делать подобный контент. Отдельное спасибо подписчикам уровня Ультра Тюлень, Павел Спрыгин и Толстый Гуф. Также большое спасибо подписчикам уровня Ультра Мега Хорош, Спектуни, Крашен Номад, Вамбла, Гнилой, Евгений Бердин, Реквием, Грейпфрут, Дон Калекёне, Виктор Ступников, Максим Максимов, Хановара, Китсучан, Скремулька и Последователь Фила. Ну а на этом все, дорогие друзья, до скорых встреч, с вами был Дэдпи 47, увидимся, геймеры, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok